Субтитры делал DimaTorzok 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 You'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother Привет Тут в последнем из видео Вернее, под последним из видео ответов на вопросы Мне поставили на вид, что у меня отдышка сильная Есть такое дело Работа-то сидячая И несмотря на то, что я железки-то тягаю Все-таки аэробной нагрузки не хватает Поэтому, видите, купил ролики Буду, так сказать, восстанавливать форму Дмитрий, обожаю вашу программу Смотрю уже больше года Хотелось бы увидеть видео заточки ножей Какими камнями лучше пользоваться Как часто затачивать Как затачивать и так далее Спасибо за внимание Камнями У меня слишком много разных камней Чтобы я давал советы какие-то Каким пользоваться Дело в том, что я точу и на водных, на японских камнях У меня есть заточной станок Тоже с водным камнем У меня есть триангл спайдерковский Дофига всего разного Поэтому Наиболее часто использую вообще икеевскую точилку Для того, чтобы непосредственно во время работы Во время съемки Слегка подправить нож Я вам ее показывал Когда Посылку в конце повешу Вот Что касается частоты заточки Да как затупился, так подтачивайте Дело такое А снимать видео отдельно Про заточку ножей Я не профессионал Я вообще криво точу Да, конечно, я довожу ножей иногда До обритвенной остроты Если мне нужно Красиво на камеру порезать помидорку Там все дела Но чаще всего Затачиваю Ну не больше, чем на трехтысячнике Вот Выше крыши хватает Как-то так Что требуется для переезда в Испанию на ПМЖ Сколько обойдется переезд И во сколько обойдется домик на побережье Во сколько выйдется вся эта затея Да черт его не знает Блин, ну вы поймите Вот эти вопросы все очень странные У всех свои представления о скромности У всех свои представления о том Что им требуется на побережье У всех разные ситуации Кто-то Для кого-то побережье Это обязательно, чтобы море видеть из окна В 100 метрах Для кого-то побережье Это На машине доехать полчаса-час К тому же Побережье оно разное Если это Небольшой городок Цена одна Если это Город непосредственно на Большой, крупный Не знаю Валенсия Барселона Ликанте Другие цены К тому же Я не занимаюсь недвижимостью Я понятия не имею Сколько все это дело стоит И этот вопрос нужно задавать Все-таки, наверное, по адресу Если есть такое большое желание Узнать обо всех этих вопросах Я имею ввиду о вопросах стоимости У меня есть здесь товарищ У которого есть свое Агентство недвижимости Хотите, ставьте плюсы Я постараюсь его уболтать Чтобы он согласился дать интервью Расскажет, наверное, какие цены на сегодня Он приблизительно владеет Вот этой самой информацией По побережью Ну, наверное, от Валенсии до Ликанте Вот так вот Можете что-то посоветовать Следующий вопрос Дмитрий, спасибо за ваши ролики Про копчение колбас Чем еще интересуетесь, кроме кулинарии? Да много чем я интересуюсь Ну, наверное, в первую очередь Подводной охотой Правда, теперь все больше на словах Я не заныривал уже, наверное, больше года Тут, понимаете, на море очень сложно с этим делом Как это ни странно Потому что для того, чтобы туда заныривать Нужно, чтобы вода была прозрачная И чтобы волнения на поверхности не было сильного Потому что при сильном волнении В тех местах, где удобно охотиться Очень сильное боковое течение И может унести в сторону от бухты И пиндык А тут не выгребешь Как-то так Между прочим, на термометре 38 градусов На солнышке А ведь еще утро Еще и 9 часов нет А вы говорите Занимайся ровной нагрузкой Ну, как в таких условиях Ладно, поехали в город Дмитрий, в кадре виден только один нож Какие у вас ножи и почему именно эти? Ножи у меня Я сейчас не помню По-моему Парочка биргофов есть Один хенькель Но это на самом деле не важно Я делал один выпуск В котором рассказывал О том, на что нужно обращать внимание При выборе шеф-ножа Там их, собственно, все и показывал Ну, почему эти? Да потому что мне нравится Форма европейского шеф-ножа Мне удобно ее работать А к сантопу я как-то Особенно не привык Поэтому свой сантоп я использую Только для того, чтобы нарезать На готовой булке Перед посадкой в печь Делать надрезы Я его очень остро точу И только для этого использую Вот так Уважаемый Когда сделаете биф Веллингтон? Не знаю, пока Следующий вопрос Что мотивирует вас продолжать снимать рецепты? Да, сложно сказать Если говорить про занятия каналом вообще То мне нравится снимать А если говорить про какие-то конкретные рецепты То, что именно, допустим, я посмотрел Выяснил Именно этот рецепт мне захотелось приготовить Ну, наверное, красивая подача Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Для сальчичек, вот этот кусок, и церковь, есть церковь, да? Очень хорошо, и вот здесь? Как хочешь? Всего? Всего? Всего. Это я хочу закупиться сейчас мяском для того, чтобы попробовать приготовить дорогобыческую колбаску. А это, кстати, очень классный мясник. Это я у него брал ту совершенно замечательную ногу свиную. Если вы помните, ролик, ссылочку в конце повешу. Рынок в городе Хаби, в старом городе. Очень приятный. Дмитрий, озвучьте, пожалуйста, немного статистики. Много людей не досматривает ролики. Ну и какие статистические данные, кроме количества подписчиков и их роста, вы больше всего обращаете внимание, чтобы оценить свою деятельность. Успехов в расцветании, спасибо за труд. И вам спасибо. Значит так, ролики досматривают. Я смотрю такой отчет на ютубе, который называется «Удержание аудитории». Так вот, по этому отчету, ну, 90, наверное, 8-97% всех моих роликов имеют такие показатели. В течение первых 8-9 секунд количество начавших смотреть падает со 100% до 73-68%. И дальше эта цифра, плато, идет практически до конца ролика, а где-то за 20 секунд до окончания. То есть тогда, когда я начинаю рассказывать про то, что я себе это блюдо представляю, какой оно на вкус и так далее, люди начинают стремительно отключаться и падать. То есть подавляющее большинство из тех, кто смотрит ролики, дожидаются момента, когда я показал готовое блюдо, а рассказы о том, какой оно на вкус, им неинтересно. Вот так. Я обращаю внимание еще и на то, какие темы роликов оказались наиболее интересными. Я вижу, что сейчас, например, самым, наверное, большим, самой большой популярностью пользуются самый первый ролик про колбасу, про домашнюю. Вот. Ну, в принципе, колбасная тема интересна. Соответственно, я эту тему развиваю. Вот как-то так. Дмитрий, добрый день. У меня три вопроса. Какова цель кулинарной пропаганды в глобальном смысле или, так скажем, розовая мечта? Смотрите, мне нравится готовить. Мне нравится готовить что-то новое. Мне нравится досконально разбираться. Во всех этих вопросах очень въедливо и нудно. И мне нравится снимать и придумывать новый материал. Я постарался объединить все эти свои нравятся в проекте кулинарная пропаганда. И глобальная цель или розовая мечта, так скажем, довести этот проект до такого уровня, чтобы он прекратил сосать деньги со страшной силой, а стал приносить доход. И не просто приносить доход какой-то там, а такой доход, который позволил бы мне сосредоточиться только на этом проекте и прекратить другими способами зарабатывать деньги. Ну и еще немного для того, чтобы нанять профессионального оператора, нанять монтажера, чтобы делать больше выпусков в новых локациях более интересно. Вот это такая розовая мечта. Хочу нажиться на вас, мои дорогие зрители. Так, второй вопрос из этой большой группы. Как распознать лесть среди людей, которым понравилась приготовленная еда? Да, я имею ввиду, что многие сейчас, да и раньше снимая ролики в ответ на критику, любят оправдываться, да все нормально, кому не давал, всем понравилось. Самый, ну для меня, критерий, такой правильно, однозначный, что блюду удалось, когда просят в следующей, допустим, там, в следующем посещении еще приготовить это же блюдо. Еще один критерий, когда вам ни один, ни два и уже не пять человек одностоятельно рекомендуют открыть свой ресторан и даже поучаствовать в этом деле деньгами. Это признак того, что, наверное, они вам не льстят, потому что желают рискнуть своими средствами. Всех вкус разный. Многим, может, в связи с его отсутствием, нравится всякая хрень. Многими не типовары говорят, что вкус можно развить с настоящего уровня до более высокого уровня. Какие могут быть советы и рекомендации? Да кто и такой, чтобы такие советы давать и рекомендации? Как мне кажется, самый правильный путь развития вкуса – это пробовать разную еду. И в разных местах, в разных заведениях, ходить в дорогие рестораны, причем в дорогие рестораны высокого уровня. Сравнивать их с недорогими, но пользующимися большой популярностью ресторанами. И пробовать разные, разные, разные. Не сосредотачиваться только на одной единственной, там, не знаю, картошке с котлетами, жареной. Как-то так. Дмитрий, а кем вы вообще себя считаете в кулинарии? Дилетантом. Кем я могу себя считать? Я не зарабатываю в кулинарии на жизнь, никогда не работал в ресторанах, в кафе-столовых. Все мое обучение этому делу – это книги и крайне редкие посещения мастер-классов. Дилетант. Увлекающийся. Расскажите, как переехать жить в Испанию, чтобы всегда оливковое масло было в избытке. А также хочется больше видеть рецепты простых, но вкусных блюд в вашем стиле. Элементарно просто. Будут простые и вкусные блюда. А насчет переехать – есть два варианта. Один способ переехать в Испанию – это купить билет, прилететь и остаться здесь нелегалом. Все. Правда, отсюда тогда не выйдешь. Вернее, если выйдешь, то на границе тебя возьмут, шлепнут штаб в паспорт, с которым ты уже в Шенген не въедешь. Это один способ. А второй способ – это официально нудно оформить кучу документов. Надо понимать, что испанцы практически никому сейчас не дают рабочую визу в Испанию, с тем, что вы можете приехать и здесь работать. Если только вы не специалист какого-то супер-купер-крутого уровня, там, вот, международного класса, ну, для вас тогда этот вопрос не стоит, как переехать. Приезжайте и все, вас с руками оторвут. Вот. Либо виза так называемая «но лукративо». Это виза без права на работу. По ней вы должны собрать документы, которые доказывают, что у вас есть постоянный источник дохода, сейчас не знаю какой, ну, какой-то большой источник дохода из расчета на каждого члена семьи, подтвержденный, перевести деньги в испанский банк, большую сумму сразу, показать выписки со счета испанского банка, приложить к этому пакету документов, либо документы о том, что у вас есть недвижимость, удовлетворяющая по площади, по местным законам испанским, на каждого члена вашей семьи, переверающегося, либо договор аренды. И, может быть, испанское консульство выдаст вам вид на жительство. Ну, на самом деле, законы меняются постоянно. И по этому вопросу нужно обращаться. Знаете, я лучше укажу под этим видео ссылку на форум Spain4U. На этом форуме регулярно такие вопросы задают, общаются там, ну, наверное, процентов 90 посетителей этого форума, это те люди, которые живут в Испании, в разных краях Испании, русскоязычные, и процентов 10 те, кто хотят переехать. И там самая свежая информация постоянно по поводу законов, касающихся для переезда жителей Украины, переезда жителей России. Там правила могут немножко отличаться. Вот, вот туда загляните, посмотрите. Как-то так. На сегодня это все. Спасибо за компанию. Ну, и сейчас мы доедем на одного месячка, и я вам покажу совершенно потрясающий закат. У нас облака подсвечиваются солнцем очень эффектно. До встречи в следующем выпуске «Ответов и вопросы». Всем пока!